Скоро переключение светофоров на дорогах Самары будет зависеть не от заводских настроек дорожного регулировщика, а от ситуации на том перекрестке, где он установлен, загруженности и времени суток. В городе готовится к открытию центра диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом. Именно здесь будет находиться пункт управления каждым городским светофором. Следить за их работой будет 12 специально обученных диспетчеров. Подготовку к открытию центра оценили глава города Елена Лапушкина и руководители профильных департаментов. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» региональным Минтрансом совместно с Департаментом транспорта администрации города. Количество машин увеличивается. Естественно, количество светофоров, как вы можете увидеть, тоже увеличивается. Любой светофор – это, естественно, задержка движения. Поэтому для того, чтобы все работало синхронно, необходимо, чтобы специальная программа «Искусственный интеллект» ими управляла. И именно эта система позволяет управлять светофорами, в итоге находить наиболее оптимальные решения конкретных транспортных ситуаций в конкретное время, в конкретном месте. Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом планируют открыть на базе муниципального казенного учреждения Центр организации дорожного движения. На сегодняшний день помещение оборудовано всем необходимым для запуска проекта. В тестовом режиме работают все системы жизнеобеспечения. Идет набор персонала и объявлен конкурс на организацию сетевого канала связи для подключения системы. От каждого светофора должен быть канал связи к серверному оборудованию Министерства транспорта и оттуда уже к нам сюда, чтобы могли иметь доступ к этим светофорам. Все будет проходить через сервер. Уже в этом году Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом начнет свою работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова